Драгстеры в Японии 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 отрава всякая но цену вы увидите там по литрам все написано то есть у 12 14 литров 203 иена за 14 литров земли стоит всякие от комаров от вредителей вот перед дверью вешается вот такие вот японские штуки тоже классная штука ее хватает на полгода примерно вот данность данной модель хватает на год написано то есть ее открываешь вешаешь около двери и можешь использовать долго также здесь есть разного рода для гигиены это вот зубные щетки зубные пасты ополаскиватели для рта есть со скидками есть без скидок но в данном случае вот они которые ценники с красным да это написано со скидкой или желтой до ценники со скидкой ценники белые обычно без скидки идут но бывает исключение цены конечно вы видите сами вот примеру до зубные щетки вот я беру с той серии черные там по 220 не по 280 по 300 н до доранты это уже для тех кто вот зашел сюда вот например как у нас есть в россии там пятерочка магниты они продают немного там товара есть кстати помощь с магниты сделали себе именно для бытовой химии магазины по открывали там там у них чисто бы так и здесь же вот как вы видите вот супермаркет да и он полностью практически это бытовая химия разного рода хвостовары очень удобный магазин в плане если вам надо что-то купить там для дома и вы например там хотите недорого купить да то лучше идти в большой супермаркет но если у вас на районе их нет то можете зайти в небольшой маленький есть вот мацумото там разные вот так же есть краска для волос это вот девушкам будет интересно я думаю но хочу предупредить что японская краска для волос она рассчитана на японский волос и для российских волос может не подойти поэтому прежде чем покупать обязательно почитайте информацию в интернете это вам очень пригодится волосы разные тип разный толщина разная и здесь те краски которые продаются в японии обычный нашим писал волосам не подходит так пойдем пойдем дальше ну так же вот для бритвы для бритвенных станков здесь есть небольшие отделы то есть здесь в данном случае джилет еще что-то там продается ну то есть цены вы сами видите цены примерно те же самые что в россии ничем не отличаются я не знаю может быть как бы товары какие-то другие свои там японские быть но в целом то же самое небольшие вот здесь отдел с фенами так для ухода для волос батарейки также продают здесь вот кстати хороший отдел этот именно шампунь и здесь очень много японских брендов японских шампуней которые в россии не продается поэтому если вдруг у вас какие-то проблемные волосы или что-то у вас там болеет голова там кожи головы то есть лучше взять с собой из россии чем здесь искать похоже потому что здесь похоже шампунь вы не найдете этого 100 процентов говорю но бывает исключение вот типа там понтин что-то там лореале вот есть такие вот известные бренды они здесь тоже встречаются но в основном в основном здесь свои бренды вот вы сейчас покажу вам к примеру ну вот субаки примеру даут и японские бренд также что здесь есть еще вот и сын тел но люкс как вы можете видите все вот вот понтин но понтин он как бы известная марка это же вот такие вот сеты продаются если вы желаете взять кондиционер и шампунь лучше брать сетами потому что это выходит дешевле вот сравните вот сет да стоит 650 йен а вот шампунь да из этого же сета к примеру на стоит дороже получается что если взять отдельно шампунь и кондиционер к примеру да то вам выйдет это 1200 а здесь по сету считай 650 это все вместе выходит также немного расскажу про порошки и жидкие порошки они так называются вот в общем смысл такой если у вас обычный вы только приехали обычная стиралка никаких там но нету специальных функций или еще что-то желательно мы просто покупайте вот обычный порошок типа такого да порошок в принципе нормально либо можно даже найти чуть подешевле там по-моему вот ну вот да вот такие вот даже подешевле будут вот коробочки вот какие коробки не там 300 йен что даже 200 200 он есть берете и нормально но если вы хотите то есть себе нормальную такой чтоб хорошо чистила да там очищала то есть я бы рекомендовал вам такие вот жидкий порошок вот на ног сунгут называется дороговато конечно но его надо чуть-чуть использовать там вот в крышку наливаешь чуть-чуть буквально 20 миллилитров и все нормально использовать можно в стиралке просто прям так в одежду выливаешь включаешь она это работает фишка в том что вот эта штука она очень хорошо подходит для холодной воды также и порошки здесь рассчитаны тоже на холодную воду в японии хочу вам напомнить что нет стиральных машин в основном здесь есть реально машины стирают холодной водой поэтому откипятить там до белую рубашку там как вот его при 90 градусов постирать вам не удастся здесь поэтому выбирать приходится из тех порошков и чистящих средств которые хорошо стирать в холодной воде вот я бы рекомендовал вот эту брать кстати порой вот брать вот в таком в обычной упаковке в пластиковый гораздо эффективнее чем вот такие вот пластиковые вот здесь вот тоже он есть также как ты здесь видел тайт продается но что-то похожее но это она скажем так немного отличается название все а с этой стороны здесь у них стоят эти как кондиционер для одежды с запахом там с определенным но тут уже нужно самому подбирать это все смотреть вот есть пробнички такие можете открыть там понюхать какой вам запах больше подойдет какой вам запах больше нравится то ты можете использовать вот кондиционер заливается обычно отдельного в стиральную машинку и специальные такие отделения там если вас нету то вам таки не подойдут но можете взять в гранулах вот такие есть и гранулы они просто высыпаются в стиралку сверху также можно здесь купить небольшие вот отдел есть одежды всякие тапочки еще что-то там для дома на первое время сойдет недорого в целом есть дешевые модели из недешевые также японские маски но вот если кто девушки например да они знают что в японии очень там много разной продукции скинкер вот эти все дела которые по уходу за кожей за лицом то есть есть вот в японии очень много разных масок честно я по ним не особо разбираюсь но те кто разбирается может себе выбрать себе здесь есть консультанты в данный момент сейчас его нет но можно подойти на кассу спросить консультанты и вам помогут ну естественно конечно же куда без макияжа также вот в этих драгстрах куча всякого макияжа продается как он называется тут вот шоссе и туда там вот он например да бензис чесейду коз можете купить себе в принципе недорого есть вещи недорогие свечи дорогие поэтому желательно выбирать тоже смотреть также если у вас есть домашние питомцы здесь также вы можете себе приобрести еду для них вот корм для кошек собак здесь недорого и с этой стороны также от консервы разные чит салфетки также также кстати хотел бы вам сказать про туалетную бумагу туалетная бумага в японии существует двух типов растворяемая в воде и не растворяем в воде если вы вдруг хотите то есть на банк выкидывать в унитаз то вам желательно брать растворимую в воде в бумагу об этом вам лучше спросить консультанта он подскажет и брать двухслойных то что есть однослойные из двухслойные как определить где двухслойные вот если вы читаете по японски здесь написано дабл да это двухслойная значит это не вот есть в дабл там дабл вот здесь тоже видно вот два слоя и тоже написано что она растворяется в воде а есть бумага которая не растворяется в воде и категорически нельзя кидать в унитаз потому что при большом количестве она забивает его также здесь вы можете купить себе что-нибудь покушать к примеру там если вдруг вы и например не умеете готовить или вам не охота заморачиваться вы можете просто сюда зайти за место комбини опять же говорю взять себе вот кап нудлс примеру какой-нибудь вот такого дошик на в японии их очень много я не буду перечислять все название цены но примерная цена здесь 100 йен за за один упаковку за одну упаковку поэтому если вдруг вы хотите себе но сэкономить чтобы там где-нибудь и быстренько перекусить покушать на дома чтобы не готовить не тратить время вот пожалуйста заходите прям покупаете любой вкус здесь их дохрена разного рода есть острые есть не ростры сразу скажу вот этот символ вот этот символ да такой крест это означает острое если вы видите такой символ на еде значит что еда острая осторожнее смотрите не покупайте острые если вам это ну противопоказано также здесь есть всякие чипсы но скажу по японским числом они не очень вкусов очень мало в основном есть вкус там но еще что-то там какие-то с перцем немного есть вот спицы есть немного но так в целом вот основная масса они безвкусные безвкусные практически очень сложно найти какой-то вот есть вот наподобие принялся ход всякие такие вот калби и тому подобное есть принялся кстати продаются можно найти принялся но принялся продаются в магазине типа ямая там где импортные товары вот так же вы можете здесь приобрести из оригинальной зеленый чай японский матча он тут называется я баррик а вот есть матча есть сэнчи вот сэнчи кстати вот вот такая вот хорошая штука я бы взял такой либо если вы фанат зеленого именно чая бы рекомендовал вам вот такой брать ой о че называется вот ой о че грин ти ти бэк вот этот самый классный чай лучше его брать вот так же всякие там заморозки вот в том отделе есть здесь всякого рода еда клубаса чуть еще булочки пиво пивные напитки лимонады батончики всякие там вот эти как их называются типа печенье продается вода ну и тут пошли уже такие для здоровья продукты это вот витамины разные коллагены тоже тем кто уже заботится здорово вот есть кстати протеин для тех кто вот качается там и соблюдая диету там протеиновую также разного рода витамины вот дичь все это одна из самых известных в японии контор которая производит витамины также есть разные другие фирмы вот типа дирнэйшн на черный и тут пошли уже лекарства сразу вам скажу что но драгстер изначально это магазин лекарств типа как драк этого лекарства именно лекарства не наркотики есть как бы и другое перед другой перевод этого слова но основной перевод этот как лекарства так вот в данном магазине сильно действующих лекарств вы не найдете это вам сразу горы если вы из россии приехали и у вас например контраст удальщик вот лучше с собой взять лекарства в японии аналогов нет и те которые аналоги вот чтобы их найти их нужно покупать именно в аптеке и только по рецепту врача даже аспирин какой-нибудь сильно действующий там например да антигриппин в том числе вы здесь не купите хороший антигриппин есть похожие лекарства но они слабые это вам покажу сейчас пример вот например такая штука да и x он называется и x то не тут от нос но от боли в горле в носу то есть можно взять такой или вот такой есть еще вот этот боли утоляющие но ну то есть тут опять же нужно знать японский если вы не разбираетесь и например не можете объяснить консультантам на японском что вы хотите но это очень сложно вам будет найти здесь хорошее лекарство но я пил вот такие вот уже а при аппе провод такую сам скажу то доза которая здесь указана надо удваивать а то и утраивать для человека из европы потому что иначе вы просто не почувствуете эффекта также разного рода здесь есть и бандейдж там повязки на руки на ноги если вдруг вы потянули очень хорошие вещи здесь вот можно приобрести к примеру как вот например такая штука очень помогает если вы там например где-нибудь потянули руку в джиме или еще где-то и у вас там растяжение связки вот не пожалейте денег купить их качественную вещь вместо того чтобы спускать там постоянно дешевые вещи из там стоенника также бинты тут разного рода здесь находятся пластыри и мази да это как холодные так и горячие если вдруг у вас там боли в спине или еще что-то вот можете себе приложить вот такие пластыри на них уже нанесен этот самый мазь вы отклеиваете нам но приклеивайте на себя то есть и она начинает работать также разного рода здесь оборудование для давления и все остальное здесь можете вот приобрести известный амрон японская фирма термометры электронные вот мне старается я себе приобрел какой где он кстати его нет уже наверно на если брал от амроновский термометр электронного он классный мы пойдем дальше глянем суть важно также если вы хотите вы можете взять себе вот и очень покрепче от вино здесь коньяк виски вот black label the trade label ну то есть все все качественно сразу скажу поделы здесь вы не найдете в японии с этим строго если цена реально вот идет со скидкой да то есть она от производителя идет со скидкой а не то что вот она из из-за того что подделка стоит дешево но хайникин кстати тоже его достаточно редкая в японии особенно в банках ну и всякие японские сладости конечно же куда без них тоже очень много разных всякие поки там такие вот прессы томат много-много всяких сладостей и те кто приезжает в японию обязательно с собой увозят какую-нибудь там вкусняшку друзьям там родным попробовать например вот есть здесь такие вот ну конфеты тут жевательные или просто с эти леденцы также есть вкусные вот такие вот мягкие там драже такие желе как шоколад чокопикс всякие то что по чипсу киткат там с клубникой миндаль на вот эти то алмонс вот это кстати очень вкусная штука миндаль с шик в шоколаде макароны ну тоже кстати можно можно здесь взять они в принципе недорогие вот килограмм макаронов 200 я эти стоящие на спагетти не макароны ну и в завершении здесь я вам покажу также тут можно купить товары тут для дома то есть это для чистки именно у туалета всяких ванны там раковин вот мне понравилась штука вот такая вот ультра hard cleaner я не знаю есть ли в россии подобные или нет очищает очень хорошо особенно места где вот например там масло например падала годами там лежала она скапливалась она уже такой слой масло уже такой сухой не оттирается которые вот эта штука удаляет его прям идеально то есть она очень такая едкая немного но для для поверхности безвредны то есть если вы будете чистить лучше использовать конь респиратор также здесь вот для фильтров вот ткань очень удобные штуки вот здесь есть я без я тоже себе беру постоянно домой вот такие вот металлические алюминиевые как фольга такая она жесткая ее ставишь вокруг плиты и жир не вылетает то есть вам не придется очищать там стены или тому посуду если у вас там рядом стоит посуда она будет заляпываться жиром если вы что-то жарите а с этой штукой очень удобно ее чистить удобно тоже хватает на года полтора где-то так при хорошем использовании аккуратно можно идти на 2 к даже хватить он также здесь есть минимальный набор там что-нибудь очень купить пожарить вот сварить ковшечки всякие сковородки и ну с этой стороны здесь соответственно всякие салфетки упаковка вот зип-локи чистящие средства для посуды вот принципе и все что я хотел сегодня вам показать рассказать если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавайте их комментариях сам понравилось видео не забывайте делиться им с друзьями делать репосты также жать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео о японии с вами был дэн до новых встреч